Добрый вечер. Сегодня мы с вами будем знакомиться с творчеством, с ранним творчеством Дэвида Уорка Гриффита, человека, с которым традиционно, наверное, связывается рождение киноискусства как такового, с одной стороны. С другой стороны, режиссера, в раннем творчестве которого, можно сказать, что форма короткометражного фильма достигает своих... Во-первых, формируется, во-вторых, достигает своего определенного высокого уровня. Почему я беру, отчитываю, скажем так, начало короткометражного фильма именно с творчества Гриффита? Почему не раньше? Дэвид Уорк Гриффит пришел в кинематограф как режиссер в 1908 году, когда кино уже было вполне развито промышленностью, когда уже появились первые киностудии в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Кино уже было достаточно известным видом развлечения, тем не менее. Говорить о короткометражном фильме, наверное, нельзя, все-таки в связи с ранними картинами, с картинами, снятыми до, соответственно, до начала 1910-х годов, ну и до 1908 года, условно говоря, до рубежа этого периода. Почему нельзя? Потому что, в принципе, полнометражный фильм не мог быть сделан в этот период. Были на то определенные причины. Причин было много, и в разное время они были совершенно разные. Но, как известно, американское кино, оно развивалось совершенно самостоятельно от европейского. Европейского кино был свой путь развития, у американского свой. Поэтому говорить о том, что Люмьеры были первыми, естественно, абсолютно неправомерно в отношении американского кинематографа. Американское кино считывается все-таки от изобретений Томаса Алвы Эдисона, того самого знаменитого ученого, которому принадлежит и лампочка накаливания, и фонограф, и прочие знаменитые изобретения. Он же первым изобрел киносъемочный аппарат в рамках американского пути развития, пути изобретения кинематографа. Он же предложил первые устройства для просмотра фильмов. Эти устройства назывались кинетоскопы. Это были огромные такие деревянные ящики, в которых пленка была склеена в кольцо, вот так вот двигалась по кругу. И в них нужно было смотреть через маленькие такие окуляры. Эти ящики были ужасно неудобными, поэтому, естественно, что проблема, так сказать, проекции на большой экран, которую мы сегодня все будем лицезреть, это, собственно, вот как раз именно Лебьеровское изобретение, она оставалась вполне актуальной. Тем не менее, первые годы, когда Эдисон пустил в ход свои фильмы, они показывались через вот эти вот большие ящики кинетоскопа. Почему Эдисон не мог снимать длинные фильмы? Ну, во-первых, пленка. Все-таки она была закольцована, да? У нее был определенный какой-то размер. Невозможно было снять часовой фильм, потому что, ну, никакого механизма бы там не хватало, чтобы пленки просто прокручиваться на протяжении часа. Вот. Во-вторых, сама структура просмотра предполагала то, что в фильме представляется некое закольцованное движение. Поскольку фильм представлял из себя некое кольцо, да, его можно было провернуть несколько раз, показать несколько раз за этими. Вот. Соответственно, и сами сюжеты фильмов, они вообще не предполагали никакого последовательного сюжетного развития. Это были обычные какие-то акробатические или эстрадные номера, коротенькие, которые можно было вот так вот бесконечно смотреть. Вроде танцев различных популярных бродвейских балерин или номеров разных цирковых акробатов. Вот. Когда же появились проекторы, причина невозможности снимать полнометражное кино заключалась в том, что аппаратура была поначалу не очень качественной. Тот же самый люмьеровский кинопроектор, который был продемонстрирован в Соединенных Штатах Америки в 96-м году, а изобретен, напомню, в 95-м, у него были, был ряд очень серьезных недостатков у этого проектора. Например, в нем не было такого механизма, который называется петля летома, который ослабляет натяжение пленки в проекте. И поэтому пленка рвалась в самый неудачный момент, то, что называется. Почему люмьеровские фильмы, и вообще, почему вот самые ранние фильмы, они такие коротенькие? Почему они идут все не больше там 20-30 секунд? Потому что просто пленка не могла дольше проходить через эти проекторы, она просто рвалась. Поэтому уже невозможно было и монтировать фильмы, потому что в месте склейки, вот в том месте, где пленка склеивается, там тоже она, соответственно, рвалась, она не выдерживала этого натяжения. Когда же на протяжении 1900-х годов кинематограф стал уже известнейшим видом развлечения, в общем-то, массовые публики, проблема заключалась в другом. Проблема заключалась в том, что сама организация кинопросмотра не предполагала полнометражного кино. Где показывали фильмы? Ну, я думаю, по фильму «Человек с бульвара Кпуцинов» вы прекрасно представляете, где показывали первые фильмы. Вот как раз 1900-е годы. Их показывали в разных салонах, в всяких таких сомнительных заведениях. Их показывали в мюзик-холлах в качестве антрактов для различных программ мюзик-холлиных. Поэтому, соответственно, какой там полный метр, да, то есть нужно показывать сценическое представление, а фильм может занимать только небольшой какой-то там 15-минутный антракт. Их показывали, ну, в общем-то, на ярмарках, в обычных каких-то палатках, где народ гуляет туда-сюда, и, естественно, он не может сосредоточиться и не может выдержать элементарно даже целый час. Поэтому до конца 1900-х годов полнометражный фильм, в принципе, как явление, не имел места быть. Были только короткие фильмы. А поэтому, собственно, название короткометражный, полнометражный, да, вот это противопоставление, оно, в принципе, не может быть применимо к этому кинематографу. Это был совершенно другой кинематограф. В конце 1900-х годов, когда появляются уже крупные кинотеатры, когда кинопоказ становится, в общем-то, центром данного какого-то просмотра, да, усиления вот этого момента, да, зрители непосредственно приходят на сам кинопоказ, а не на то, чтобы посмотреть помимо кино и еще что-нибудь такое другое, да. Вот. Именно в этот момент начинают появляться полнометражные фильмы. Происходит это на самом рубеже 1900-х, 1910-х годов. В этот момент короткий метр уже воспринимается как некий самостоятельный формат. Иногда осознанно, иногда неосознанно. Тем не менее, режиссеры уже потихонечку начинают исследовать особенности короткого метра. Что такое короткометражный фильм? Чем он отличается от полнометражного фильма? Они ведут поиски в области формы короткометражного фильма, изучают короткометражный формат, вопросов стоит о лаконичности изложения истории в короткометражном фильме, об эмоциональной силе подачи этой истории, которая также, как вы понимаете, естественно, необходимо при коротком метре. То есть, если у нас полнометражный фильм, мы можем рассусоливать историю как угодно. Это, в принципе, предполагает некое длительное вживание зрителя в то, что происходит на экране. Если же речь идет о коротком метре, то этот фильм должен быть именно в силу своей сжатости, своей краткости, лаконичности. Он должен именно выстреливать. Он должен эмоционально очень сильно затрагивать зрителя. Возникает проблема насыщения коротких фильмов событиями, психологическими характеристиками, насколько это возможно в рамках короткого метра. А также разрабатываются различные жанровые формы, различные стилистические формы, которые годятся для короткометражного кино. И вот первым настоящим мастером короткометражного фильма, о котором мы сегодня и будем говорить, в американском кинематографе является Дэвид Уорк Гриффит. Это человек, с которым, как я уже говорил, связывается и рождение киноискусства. Естественно, что первенство Гриффита относительно. Разумеется, история такова, что не бывает одного человека, который вот так вот взял и полностью изменил ход истории. Естественно, что у него были и предшественники, естественно, что были и другие люди, которые работали параллельно. Например, во Франции параллельно на студию Гомон работает Луи Феяд, который впоследствии в 10-е годы станет автором известнейших сериалов «Фантомасы», «Вампиры». Его разработки, они, в принципе, параллельно, он вел разработки абсолютно параллельно с Гриффитом, и, в принципе, он работал в этой же самой области. Он тоже работал первым, обратил внимание на актера, начал работать с актером, с принципами актерской игры, разрабатывая потихонечку именно кинематографические принципы актерской игры. Тем не менее, все-таки его творчество – это, скорее, некое повторение того, что делал Гриффит в таком вот именно миниатюрном виде, не в таком, скажем так, глобальном, действительно, масштабе, как у Гриффит. Я бы хотел поговорить о творчестве Гриффита именно раннего. Гриффит наиболее известен, наверное, как автор таких огромных, вот как раз трехчасовых, полнометражных фильмов, как «Рождение нации» и «Нетерпимость». Все эти фильмы он снимал с середины 1910-х годов, это несколько уже другой период. Я бы хотел заострить внимание именно на раннем творчестве Дэвида Уорка Гриффита. О его периоде работы на студии «Байограф», с которого и начинается, собственно, весь его путь в кинематограф. Естественно, что все его достижения за этот период, за эти несчастные какие-то пять лет с 1908 по 1913 года, невозможно пересказать за одну лекцию. И нам потребовалось бы просидеть, наверное, полночи, чтобы разобраться со всеми особенностями его творчества, со всеми его методами, которые он применял вот в этот период. Я заострю внимание в основном на тех аспектах, которые будут касаться именно короткометражного формата, которые будут касаться вообще формы короткометражного фильма, связанные именно с творчеством Дэвида Уорка Гриффита. Но сначала нужно вообще немножечко его вам представить, чтобы понятно было, о ком идет речь. Тем более, что сегодня мы будем смотреть некоторые фильмы, а фильмы эти были сняты очень давно, в общем-то уже век назад. Некоторый из них, первый фильм, по крайней мере, который был сделан, был сделан как раз в 1910 году, то есть ровно столетие назад. Поэтому потребуется, конечно, немножечко понять, что это был за человек, на чем он воспитывался, условно говоря, какие эстетические категории применимы к его творчеству. Потому что сейчас, конечно же, после просмотра телевизора, достаточно сложно будет посмотреть вот такое кино, с которого, в общем-то, весь кинематограф и, по сути дела, и начинался. Дэвид Уорк Гриффит родился в маленьком городке Луисвилль в 1875 году. Его отец был богатым южным плантатором. Во время войны севера и юга он выступал на стороне конфедератов, то есть на стороне юга. И после разгрома юга, соответственно, семья Гриффитов, как и очень многие плантаторские южные семьи, обеднела. В 1882 году отец Гриффита умирает. Оказывается, после его смерти, что он абсолютный банкрот, что ферма, на которой жил Гриффит, и вся его семья, очень богатая, скажем так, семья, многодетная семья, оказалось, что ферма эта заложена, и закладная даже заложена. То есть денег просто вообще в семье не было. Семья держалась на старшей сестре Гриффита, на старшей дочери, соответственно, Гриффита-старшего, которая работала учительницей, звали ее Мэтти. Она же давала Гриффиту первое образование. Именно ей, в общем-то, Гриффит обязан вот той литературой, на которой он воспитывался, тем приобщением к театру, которое тоже, опять-таки, принципиально было для его дальнейшего творчества. Мэтти приучила Гриффита, молодого, скажем так, юного еще Дэвида, к литературе. В детстве он читал Диккенса, он читал Фрэнка Норриса, Уитмана, Шекспира. Он читал, в общем-то, всю англоязычную литературу, как английскую, так и американскую. В основном 19 века. И поскольку литература 19 века, она, как известно, в Англии, равно как в Америке, была пропитана викторианскими принципами, вообще викторианской моралью, то это оказало принципиальное значение на дальнейший, скажем так, стиль Гриффита, на его эстетические представления и на его нравственные представления. Именно поэтому все его фильмы очень сильно отдают как раз эстетикой, характерной для романтизма, для раннего реализма в литературе 19 века. В общем-то, они вызывают в памяти произведения Эдгара По, Диккенса, вот этих вот писателей, которых он читал в детстве. В юности он действительно хотел стать писателем. Он очень много публиковался. Он писал поэмы, писал рассказы, пьесы. Все эти публикации, они были кратковременные и, в общем-то, не принесли ему большой славы. Тем не менее, в его дальнейшем кинотворчестве, литературная опора, она всегда очень и очень чувствуется. Кроме того, еще один такой призабавный факт. Маленький Дэвид очень сильно шепелявил. Поэтому Мэти задавала ему учить монологи из различных пьес. Таким образом, он потихонечку поистрастился к театру, поистрастился к театральной драматургии, которая стала для него, опять-таки, одним из таких вот полей его изучения в дальнейшем, в его будущем творчестве. В зрелых работах Гриффита, да, в общем-то, и даже в ранних работах Гриффита, очень ощутимо то, что окружало его в раннем детстве. Во-первых, его южное происхождение, конечно же, которое принципиально отличало его от, допустим, жителей американского севера. В XIX веке север и юг это были практически две абсолютно разные страны. Фильмы Гриффита пропитаны вот этим неким староамериканским мироощущением, которое сейчас совершенно неизвестно даже американцам, и непонятно даже американцам. Некая тоска по утраченному патриархальному югу, некий внутренний аристократизм, который был присущ южанам, и который сохранялся вот у Гриффита просто где-то внутри, вот, я не знаю, в его душе даже элементарно, и выражался, разумеется, в его поведении, в его очень специфической манере держаться, которое, разумеется, очень сильно удивляло и приковывало к нему внимание на всех студиях, на которых он работал. Вот, кроме того, викторианская мораль, викторианские принципы, в общем-то, взаимоотношений между людьми и самого общества, восприятие классового общества как некоего естественного социального порядка. Опять-таки, здесь можно вспомнить вот эту тему фильма «Рождение нации», которую уже наши советские киноведы очень много и много обмусоливали, именно то, что Гриффит выступал на стороне Куклакс-клана и, в общем-то, восторгался деятельностью Куклакс-клана. Действительно, для него негры изначально должны были быть слугами, поскольку это предполагал вот тот вот социальный порядок, вот то общество, которое существовало на юге Соединенных Штатов Америки. Ну и литература, конечно. Сентиментальность некоторая, которая присуща викторианской литературе. Вот сами нравственные принципы викторианства. Некоторые элементы натурализма из творчества Фрэнка Норриса, да и, в общем-то, общая поэтика Диккенса, которая очень сильно чувствуется в его произведениях. Гриффит всегда говорил, что литература XIX века оказала на него принципиальное влияние, что он всегда привносил в кино именно литературу. Причем он говорил не только в связи с некоторыми приемами, которые он заимствовал у того же Диккенса или из других писателей, он имел в виду в первую очередь человеческую психологию. Действительно, объектом изучения Гриффита, если вот так вот уже расписывается, какой режиссер про что снимает, то Гриффит всегда снимал про человека. Его всегда интересовала проблема человека, человеческого характера, человеческой психологии. Он искал в кино вот этот эквивалент умения писателей рассказывать о человеке. В этом плане можно сказать, что действительно не только потому, что он первый из режиссеров начинает работать с управлением, с заительским вниманием, начинает работать с материалом, как с некой уже чужеродной формой. Вот ему дают некий сценарий, он его как-то решает уже как режиссер. Можно говорить еще и о том, что именно при Гриффите кино начинает рассказывать о человеке. И именно поэтому становится, в общем-то, искусством. С юных лет Гриффит зарабатывал себе на жизнь просто как только мог. Он сменил огромное количество разных профессий. К 20 годам он стал актером в луисвильской театральной труппе. Ну, такой полубродячей труппе, которая давала представление то там, то сям. Что называется, такая полулюбительская несколько вещь. Потом он работал в труппах, которые разъезжали по провинции. Некоторое время вел вот такой абсолютно кочевой образ жизни. Как актер, ну, надо сказать, что у него задалась карьера исключительно характерного актера. У него была очень специфическая внешность. Он был высокий, худой, с крючковатым носом, несколько сутулый. И он годился на роли всяких таких вот очень специфических, странных субъектов, которых он и играл в театре. Вот, естественно, что его внешность не давала ему возможности исполнять главные роли. Как-то вот этот вот момент он сразу отсекался, именно потому, что у него была вот такая особая внешность. Частое отсутствие заработка вскоре привели Гриффитон на киностудии. Тогда кино, в общем-то, воспринималось любыми деятелями театра, пускай даже любительского театра, воспринималось как нечто такое, какое-то странное, сомнительное, непонятное дело, да, некое развлечение, в котором можно просто тупо заработать деньги. Вот. В общем-то, по большому счету, очень многие будущие крупнейшие деятели немого кинематографа и приходили на киностудии только для этого, для того, чтобы заработать деньги. Вот. Но потихонечку втягивались. И надо сказать, что Гриффит за первый же год работы на биографе, год работы, когда он исключительно был актером на биографе, он очень сильно полюбил кино, он действительно втянулся в это дело. В 2008 году он уже отказался возобновить турне со своей театральной труппой и окончательно обосновался на студиях биографа. Тем не менее, актерская деятельность у него там, опять-таки, тоже не очень задалась. В 2008 году он впервые себя увидел на экране и понял, что это ужасно. Вот. И решил больше никогда не сниматься. На самом деле, абсолютно парадоксальный факт, и очень многие актеры, воспитанные как раз в Гриффитовской школе, они потом вспоминали, что Гриффит, тот самый, который создал, в общем-то, кинематографический стиль актерской игры, человек, которому принадлежит, по большому счету, разработка принципов киноигры, как таковой, он действительно был абсолютно никудышным актером. Вот. Гриффит стал сценаристом, потом он стал режиссером. Надо сказать, что его режиссерский дебют – это уже потрясающая вещь. В нем уже проявился весь его колоссальный совершенно талант. Это был фильм, абсолютно незатейливая, коротенькая такая история под названием «Приключения Долли». Фильм этот был снят в 1908 году. Сценарий, который дали Гриффиту на пробу, так сказать, посмотреть, какой он будет режиссер, да, вот, как он с этим делом справится, сценарий на студии считали абсолютно провальным. Надо сказать, что это была история, которая была уже из Муссолерна в кинематографе на тот момент уже десятки раз. Что там рассказывается? Там все очень просто. Такая обычная, хорошая, буржуазная семья поезжает на лоно природы отдохнуть, устроить пикничок. Вот. И девочку из этой семьи, маленькую совсем девочку, где там лет пяти примерно, похищают бродячие цыгане. Они ее сажают в бочку, бочку кладут в свою кибитку, кибитка – это переезжает какую-то реку, и бочка падает в эту реку. Дальше начинается приключение бочки. Вот. Под конец девочку спасают все-таки. Вот. То есть, обязательный хэппи-энд, он имеет место быть. В общем-то, история абсолютно незатейливая, и сделана она в рамках вот той схемы, которая муссировалась в кинематографе еще с 1890-х годов. Здесь, на этой картине проявилось впервые, действительно проявился уникальный талант Гриффита. Проявилась настоящая режиссура, как умение работать с материалом, умение работать, пускай даже с самым чудовищным сценарием, умение управлять зрительским вниманием. Вот эти вот вещи, которые составляют, в общем-то, основу режиссерской деятельности, они уже заметны вот в этой его первой постановке. Гриффит придумал совершенно потрясающий режиссерский ход, который исходил непосредственно из самого этого сюжета, совершенно вот такого глупого и элементарного. Ход заключался в том, чтобы минимумом средств, ну, естественно, минимумом, поскольку он только начинающий режиссер, кто ему даст много денег, да? Вот, чтобы вот минимальными средствами вызвать зрительское напряжение, чтобы превратить вот эту вот незатейливую историю о похищении в самый настоящий трейлер. Делалось это безумно просто. Заритель уже знал, что девочка находится в этой бочке. Оставалось просто пустить бочку по волнам, по самым страшным извилинам реки, чтобы эту бочку колотила обо все камни, чтобы ее просто кидала от берега к берегу, и чтобы зритель сидел вот просто как на иголках каждый раз, когда эта бочка подскакивает, чтобы он просто прыгал с места. Вот, на вот этом вот совершенно потрясающем приеме, который основан на чем? Основан-то он, по сути дела, на монтаже, на рассказе истории. Да, зритель уже знает, что в бочке находится девочка. Вот, и поэтому дальше достаточно показывать бочку, чтобы зритель сопереживал вот этой самой бочке, сопереживал приключением девочки в этой бочке. Неудивительно, что после этой картины, которая стала, ну, скажем так, на осенний сезон, на летний, точнее, сезон 1908 года, стала настоящим блокбастером, после этой картины Гриффит стал главным режиссером студии «Байограф». С 1908 по 1913 года он снял около 500 вот таких коротеньких одночастевых фильмов. Что значит одночастевый фильм? Ну, часть – это, так сказать, способ измерения фильма, да. Часть – это вот ролик, который помещается в киносъемочный аппарат. Двухчастевый фильм – это, соответственно, фильм, состоящий из двух таких роликов, да, трехчастевых из трех и так далее. Вот, каждая такая часть длится по времени приблизительно от 10 до 15 минут. Вот такие одночастевки и снимал поначалу Гриффит. Вот такие коротенькие фильмы. В этих фильмах он разрабатывает самые разные жанровые формы, самые разные сюжетные и стилистические стереотипы, которые впоследствии станут основами будущих жанровых форм, уже развитых жанровых форм американского кинематографа. Он работает с историческим жанром, снимает очень много фильмов о войне севера и юга. Студия Байограф находилась еще не в Голливуде. В Голливуде находились совершенно другие студии, так называемые независимые, которые как раз воевали против основных титанов американского кино, которые располагались как раз в Нью-Йорке. И вот студия Байограф, она располагалась в Нью-Йорке. Но в начале десятых годов Гриффит вместе со съемочной группой выезжает в Калифорнию, как раз вот куда-то туда, в предместье Голливуда, снимать исторические фильмы. Потому что там прекрасные пейзажи в Калифорнии. Потому что в Нью-Йорке это все снимать скучно, неинтересно и попросту негде. Он закладывает основы гангстерского жанра. Он делает очень много экранизаций различной литературной классики, снимая экранизации рассказов классических, экранизации стихотворений. Очень многие из этих фильмов показываются школьниками. В этот период и рекомендуется, даже в ранних журналах, посвященных кинематографу, рекомендуется для просмотра школьников, как иллюстрации, соответственно, к тому, что проходит в школе классических произведений. Он снимает трилеры, опять-таки, о которых речь еще пойдет немножечко дальше. Он снимает сатирические комедии. Может быть, единственный жанр, который ему вообще никак не дается, это эксцентрическая комедия. Так называемый слэпстик. Он совершенно не чувствовал себя в этом жанре, не понимал этот жанр. Поэтому, став главным режиссером студии, у него появилось огромное количество других режиссеров, которые работали под его руководством. И вот съемки как раз эксцентрических комедий он отдал одному из своих актеров, которого звали Майкл Синнот. Был такой канадец Майкл Синнот, который впоследствии стал известен как Макс Эннет, на байографе под руководством Гриффита он начинает снимать свои первые слэпстики. И впоследствии, уже отделяясь от этой студии, он основывает свою собственную студию Кистон, на которой начинает развивать эту традицию. Традицию первой комической. Сам же Гриффит тяготел к психологической драме. Все-таки это вот именно тот тип фильма, я даже не скажу жанр, поскольку все жанры, которые он затрагивал, они в той или иной степени были психологическими драмами. Это скорее вот особый тип фильмов, который его больше всего интересовал. В жанровом отношении там все достаточно сложно, поскольку как только появляются первые жанры, они тут же начинают перемешиваться друг с другом совершенно жутчайшим образом. Поэтому в творчестве Гриффита иногда очень трудно понять, где мы имеем дело с комедией, а где с тяжелой социальной драмой. У него это все вот так вот переплетается и перемешивается в рамках одного фильма. Тем не менее, все его фильмы представляли из себя своего рода психологические драмы. Это были рассказы о человеческих характерах. С самого начала, еще с первого же года своей деятельности на биографе, Гриффит интересовался человеческим характером. Он пытался передать те взаимоотношения, которые возникают между людьми на экране. Надо сказать, что поначалу интерес к человеку у Гриффита создавался, в общем-то, такими достаточно грубыми приемами, еще довольно механическими приемами. В 1908 году в своих же первых фильмах он уже начинает использовать несколько находок, которые просто шокируют глав студии Байограф. Например, впервые он решается использовать в драматических целях крупный план. Это был фильм под названием «Из любви к золоту», который был снят по рассказу Джека Лондона. Рассказ довольно известный, там два золотоискателя, которые добыли какое-то количество золота, решили друг друга обворовать и, соответственно, подсыпали друг другу в кофе яд. И вот они сидят за столом и смотрят, и ждут, когда каждый из них, соответственно, умрет. На общем плане, в общем-то, эта история абсолютно была бы не кинематографичной. Ужасно скучно рассказано. Ну, сидят они за столом, да, потом один тюкнулся, другой тюкнулся. В общем-то, ничего особенного. Вот, поэтому Гриффит думал, вот как донести до зрителя напряжение вот этой сцены, когда каждый ожидает смерти другого. Надо сказать, что крупный план вообще был известен до Гриффита. Он использовался еще вот с самых ранних лет кинематографом. Но в США он практически не применялся. Тем более на студии Байограф, которая отличалась, в общем-то, такими достаточно косными взглядами относительно кинематографа. Хозяева студии очень сильно сопротивлялись. То есть, они говорили, что публика не платит за половину человека на экране. Гриффит говорил, что это не половина человека, а это приближение психологическое, приближение зрителя к персонажу, к герою, чтобы увидеть то, что мы никогда не увидим на общем плане. Выражение лица. Вот это, по выражению известного теоретика кино, было Балыша микрофизиогномику, которая возникает на человеческом лице и которая видна именно благодаря крупному плану. В итоге, ну, легенды были разные. По одной из легенд Гриффит просто даже вводил глав студии в музей, чтобы показать им поколенные портреты, что, в общем-то, существуют крупные планы и в живописи, и в других видах искусств и так далее. Тем не менее, все-таки ему удалось убедить хозяев студии, он добился крупных планов. Надо сказать, что крупный план по тем временам был примерно, вот как сейчас, средний план. Это было примерно по пояс или по колено. Это объяснялось там различными техническими особенностями аппаратуры и оптики. В итоге, главный интерес в этом фильме представляет как раз выражение лиц актеров. Что они играют, что происходит на лицах этих персонажей, что видит, соответственно, зритель. Автоматически возникало психологическое напряжение. Хотя актерская игра еще была совершенно чудовищной, еще совершенно никакой в первых фильмах Гриффита, тем не менее, сам этот прием, он уже приближал зрителя к актеру. И, соответственно, к персонажу. Другой инструмент для раскрытия психологии, который использовал Гриффит в том же 1908 году. Это параллельный монтаж. Что такое параллельный монтаж, я думаю, знает аудитория. Это монтаж по принципу «а в это время». Это последовательный показ фрагментов каких-то разных действий, которые происходят в разных пространственных точках, совершенно в разных местах в одно и то же время. То есть, когда одновременно у нас происходит это, и одновременно происходит это. На экране мы последовательно видим кусочки вот этих действий. Они монтируются друг с другом. Параллельный монтаж был известен до Гриффита. На самом деле миф в том, что Гриффит придумал параллельный монтаж, он ничего не придумывал вообще и никогда. Он первый начинал все это использовать именно в драматических целях. Параллельный монтаж как прием по-настоящему оформился примерно в шестом-седьмом годах на французской студии Патте. В рамках комедии использовался параллельный монтаж. Использовался он исключительно в повествовательных целях, для того, чтобы просто показать, что параллельно с вот этим событием происходит в совершенно другом месте. Гриффит использовал параллельный монтаж совершенно иначе. Он использовал его именно в психологических целях, для того, чтобы опять-таки приблизиться немножко к психологии своих персонажей. Фильм, в котором впервые у Гриффита появляется параллельный монтаж, это фильм много лет спустя... Вот такое использование параллельного монтажа, это фильм много лет спустя, который был снят по поэме Альфреда Теннисона «Энах Арден». Поэма очень известна, она является классикой английской литературы, и ее изучают в школе, соответственно, в Великобритании. В поэме рассказывается о моряке. Сюжет вполне такой классический, он встречается в самых разных произведениях, и очень, я думаю, что что-то такое вот вспомните, да, может быть, из других каких-то даже произведений. Моряк, который не возвращается из плавания, жена его ждет на берегу. По-прежнему каждый день приходит на берег и ждет своего моряка. Вот, его давно уже считают погибшим. И вот через много-много лет он возвращается и не хочет открываться, что это он. Он очень сильно изменился, конечно, он там жил на каком-то необитаемом острове, просто Робинзоном Крузо возвращается. Вот, прошло очень много лет, все кругом чужое, его уже не помнят, совершенно другая жизнь у его жены и у его друзей, да, и поэтому вот он как-то не хочет открываться, не хочет вторгаться в эту совершенно другую для него жизнь. Сюжет вполне близкий романтическим произведениям XIX века, близкий и к концу XIX века очень многим и поэтам, и писателям, и так далее. В общем-то, Гриффит, понятное дело, ориентировался на эти образцы. Вот. Ну, вот снималась такая сцена, когда жена этого моряка, Эннабел Ли, стоит на берегу моря и смотрит вдаль, и вспоминает своего мужа, думает о своем муже. Вот. И как же это показать кинематографически, да? Ну, понятно, что в поэме Альфреда Теннисона там огромные совершенно такие вот рассказы о том, что она вспоминает своего пропавшего мужа, но как это показать на экране? На экране-то мы видим только ее одну, которая стоит на берегу реки, еще и на общем плане. Гриффит хотел как раз перенести вот эту поэзию на экран. Он хотел не только пояснить зрителю, о чем думает вот эта жена, но еще и поэтически это как-то окрасить. Поэтому он решил разрезать вот этот длинный общий план с женой и вставить внутри него крупный план Энаха Ардена, самого, который оказался на этом необитаемом острове. Таким образом у нас получалось на экране что? Жена стоит на берегу моря, смотрит вдаль, дальше мы видим лицо Энаха Ардена на этом необитаемом острове, и дальше мы снова видим его жену, которая стоит на берегу моря. Вот так казалось бы странно по тем временам. Руководители биографа очень возражали против такого соединения кадров. Они считали, что заитель просто не уловит связи между этими кадрами, что это как-то абсолютно в новинку. Действительно такой монтаж был не повествовательным, он был именно психологический монтаж. Он был попыткой приблизиться к мыслям, к чувствам вот этой героини, которая стоит на берегу моря. В Энахе Ардене используется параллельный монтаж именно для этого, для раскрытия чувств, для раскрытия внутренних переживаний персонажа. Кино начинает говорить о человеке. Но надо сказать, что вот эти первые опыты Гриффита 1908 года были еще очень и очень несовершенными. И, в общем-то, достаточно точечными. Потому что, по одной из легенд, просто твердолобого оператора, хотя и гениального, на самом деле, оператора студии Байограф, но совершенно не понимавшего, вот как можно так работать с монтажом, как можно так работать с крупным планом, Гриффиту приходилось уговаривать просто часами. Это был тот самый оператор Билли Битцер, с которым он впоследствии снимал и «Рождение нации», и «Нетерпимость», и очень многие свои будущие картины, которого ему все-таки потом удалось переучить. Говорят, что по легенде, сам этот Билли Битцер был немец, он ужасно любил пиво. По легенде, даже Гриффит ставил пиво на съемочной площадке и говорил, что, соответственно, угощу тебя пивом, если ты мне сделаешь крупный план. И постоянно приближал пиво, соответственно, к актеру. И Битцер так потихонечку как-то двигал камеру поближе к этому актеру. Таким образом рождался крупный план. Но это, конечно, все легенды и анекдоты. В 1909-10 годах интерес Гриффита к человеку был подогрет влиянием новой эстетики, которая появляется в кинематографе. Эстетика, связанная с совершенно новой традицией, которая возникла в Европе. Традиции так называемого художественного фильма, или фильм «Де ар». Возникла она в 1908 году во Франции. Фильм «Де ар» изначально так называлось «Общество театральных деятелей», и которые собрались для того, чтобы, по их словам, превратить кинематограф в искусство. До этого кинематограф действительно был развлечением для, в общем-то, низшего класса, по большому счету. Они же снимали экранизации известных пьес с известнейшими театральными актерами, дивами и поймадоннами, которые должны были привлечь к кинематографу внимания уже не только, так сказать, люмпен-пролетариата, но и средних и высших слоев общества. Надо сказать, что я не буду очень подробно вдаваться в это явление, оно колоссально интересно, и действительно безумно важное значение играет в истории кинематографа. Я скажу только об одном, о том, что касается именно творчества самого Гриффита, влияния фильм «Де ар» на его творчество. Главным достижением в этом плане у «Фильм Де ар» является обновление принципов актерской игры, принципов существования актера на экране. Ориентируясь на театральные формы исполнения роли, вот эти вот театральные актеры показывали на экране совершенно другую игру, нежели раньше. В период ярмарочного кино было принято бегать по экрану. Режиссеры даже говорили актерам, вы бегайте больше по экрану, чтобы было видно движение, потому что кино, зачем оно отличается от фотографии, раннее восприятие кинематографа? Тем, что в кино можно показывать движение, поэтому нужно как можно больше двигаться, изображать и мимические, и жестикуляции, и все, что только угодно. Главное, побольше движения. Фильм «Де ар» полностью изменил эту установку. Актеры застывали в статичных позах, актеры застывали с какими-то очень яркими, подчеркнуто театрализованными жестами. Естественно, что для зрителя того времени это было абсолютно шокирующим, и это привлекало внимание именно к человеку на экране. Если раньше было неважно, кто там бегает по экрану в комедиях студии «Поте», собаки, которые украли там сосиску, или те, кто за этой собакой бежит. Да, вот пересказываю сюжет очень многих комедий «Поте» того времени. В общем-то, непринципиально сосиска там двигается на экране, или сама собака бегает по экрану, или человек ходит по экрану. А здесь-то внимание было приковано уже именно к человеку, который застыл на экране. Соответственно, человек, который застыл, который неподвижен, он интересует, что-то с ним такое происходит, почему он не двигается. Психологии здесь, конечно, пока никакой еще не было, но уже было интересно, о чем этот человек думает. Почему он застывает в этой позе? Что означает эта поза? Естественно, что в отношении психологии фильм «Деар» еще, скажем так, он и не ставил задачи раскрывать человеческую психологию. Скорее, здесь было некое поэтическое обобщение. Статическая поза, вот такой яркий жест, они давали не столько внутреннее психологическое, сколько как раз внешнее, чисто визуальное изображение переживаний героя. Скорее, несколько вот так поэтически осмысленное изображение переживаний героя. Тем не менее, внимание уже было направлено на человека. Фильм «Деара» оказал колоссальное влияние просто вот на кинематографию самых разных стран. Естественно, что вслед за фильмом-манифестом этого направления, фильмом «Убийство герцога Гиза», который был снят в конце 1908 года, и в фильмах Гриффита, у гриффитовских актеров тоже появляется стремление к статичной позе, к яркому жесту и к тому, чтобы замирать на экране. Ироничная реклама боографа тех лет даже гласила. «Идите смотреть фильмы боографа, и вы увидите, как люди думают». Надо сказать, что крупные планы, статика, параллельный монтаж у раннего Гриффита вообще еще не очень хорошо и не всегда работают на раскрытии именно психологии. Они только еще пробуждают интерес зрителя к персонажам, героям. Поначалу Гриффит прекрасно понимал, что краткометражного формата просто не хватит на то, чтобы подробно рассказать о переживаниях человека, подробно проанализировать его характер. И изменение этого характера, естественно, на протяжении всего фильма не хватало самого короткого метра на вот такую подробную психологическую разработку ни актера, ни самой истории, которая показывается на экране. Поэтому проработка психологии персонажей требовала гораздо больше временной продолжительности фильма. И здесь возникало такое интересное соотношение, что все-таки чем меньше метр, тем больше фильм тяготеет к обобщению к некоему, к некой сжатой и лаконичной форме, в общем-то доведенной иногда до некоего почти притчевого состояния. Чем длиннее фильм, тем больше история, наоборот, драматизируется, тем больше она разрастается разными психологическими разработками и так далее. На биографе снимали одночастевки, как я уже говорил, 15-минутные фильмы, в рамках которых, конечно же, рассказ о человеческой психологии был попросту невозможен. Поэтому поначалу Гриффит ориентировался именно на эту форму, на форму фильм Деар. Поэтическое обобщение, которое годилось для одночастевки и позволяло таким образом уже обратить внимание на человека и заставить зрителя думать о том, что думает этот человек на экране. Элементы психологической драмы у Гриффита появляются еще пока очень и очень редко. На самом деле, по большому счету, наверное, правомерно считать первой настоящей психологической драмой его первый получасовой фильм. Его первую двухчастевку, которую ему удалось-таки снять в 2011 году на студии Байограф. Надо сказать, что ему вообще редко давали возможность снимать двухчастевые фильмы. И две части это был просто потолок. Выше нельзя было на студии Байограф. Таков был формат этой студии. Что это был за фильм? Это был авторемейк. Это был ремейк фильма много лет спустя, который на этот раз назывался просто Энах Арден. Вот эта короткая история-схема, которая была очень конспективно изложена в первом фильме, много лет спустя, снятом в 2008 году, в рамках одной части, вот этих 15 минут, здесь уже разводятся на целые полчаса. И предстает в своей максимально полной разработке. Соответственно, и крупные планы, и статичная игра, и параллельный монтаж теперь могут работать уже как раз на разработку психологии персонажей, на раскрытие психологии героев. Наверное, было бы логичным показать для демонстрации вот этого различия много лет спустя и Энаха Ардена. Как в рамках одного и того же сюжета происходят вот эти изменения. Но мне бы хотелось познакомить вас и с формой фильм Д'Ар, который все-таки в первом фильме Гриффита много лет спустя еще нет. Поэтому я бы показал два других фильма. Я покажу фильм «Неизменное море», снятый в 2010 году. Это экранизация тоже классического стихотворения Чарльза Кингсли, которое тоже известно просто и англичанам, и американцам очень хорошо. Сделан этот фильм был под явным влиянием эстетики фильм Д'Ар. Статичные позы актеров здесь используются для внешнего изображения вот как раз того, что внутренне переживают их персонажи. Происходит некое поэтическое обобщение состояния героев. Психология здесь пока не раскрывается, да, в общем-то, такой задачи еще и нет. Ожидание вот этих девушек, которые стоят на берегу, ожидание своих мужей, уплывших, рыбачить, не вернувшихся, а сюжет там практически тот же самый. Вот, оно показано скорее поэтически, минимумом деталей, максимумом обобщения. Сама некая закругленность сюжета, которая очень характерна вообще для многих произведений 19 века, когда дети вот этих жены рыбаков, они повторяют ту же самую историю, да, уже впоследствии, когда они вырастают. Также вот такая некая закругленность сюжета, она тоже своего рода является поэтическим обобщением, выводит всю эту историю на некий такой просто вот общий мировой, некий вселенский такой притчевый уровень. Вот, и посмотрим Энаха Ардена, 11-го года, который идет полчаса. Чтобы посмотреть различия между вот таким поэтическим этюдом и самой настоящей психологической драмой. На примере вот этих вот двух просмотренных только что нами с вами фильмов, наверное, очень четко можно сказать, что является скорее поэтическим этюдом, что несет в себе элементы фильма Др в большей степени. Вот, а что в большей степени является, наверное, психологической драмой. Естественно, и в Энахе Ардене там тоже есть элементы фильма Др. Там тоже есть работа с подчеркнутой жестикуляцией, с позами, со статикой в актерском исполнении. Тем не менее, все-таки Энах Арден поражает именно тем, что практически та же самая история, которая рассказана в «Неизменном море», насколько она разработана, насколько больше появляется линий, насколько сюжет обрастает подробностями. Вот эти самые подробности, они и являются детализацией, она является, в общем-то, ключом к дальнейшей психологической разработке. И актеры уже стремятся играть больше, более психологично, нежели в предыдущем фильме. Закон в этом плане, закон восприятия такой, что чем больше мы знаем о персонаже, тем больше начинаем ему сопереживать. Чем меньше мы о нем знаем, тем в меньшей степени мы ему сопереживаем и в большей степени, наверное, воспринимаем всю его историю как некую обобщенную притчу. Как нечто такое действительно обобщенное и имеющее какой-то такой, скорее, общечеловеческий смысл. С другой стороны, драматизация сюжета, вот это обрастание подробностями, разработкой психологической, какой угодно вообще разработкой, оно заставляет скорее сопереживать тому, что происходит на экране. Надо сказать, что двухчастевые фильмы Гриффит снимал очень мало в период работы на биографе. Это впоследствии, когда он уже ушел с этой студии, у него появилась возможность, и он практически сразу приступает к постановке трехчасового фильма «Рождение нации», после чего снимает почти четырехчасовую нетерпимость. Вот до какой степени просто хотелось действительно большого метра. С другой стороны, все-таки правила, которые приняты на студии, биографы с ними приходилось как-то считаться. И поэтому уже к концу работы на биографе, к концу этого периода, он научился разрабатывать и драматизировать сюжет даже в рамках одночастевых фильмов. Это говорит уже о высочайшем уровне мастерства Гриффита как режиссера, вот в этот вот ранний период. Наиболее заметен этот процесс на целой серии триллеров, которые Гриффит снимал примерно по одной и той же схеме. Вообще у него в раннем творчестве достаточно четко можно разделить фильмы не столько жанрово, сколько по отдельным каким-то сюжетным схемам. Неизменное море, которое является экранизацией другого стихотворения, оно в русле этих фильмов про Энаха Ардена. Точно так же выделяется в его творчестве на биографе и вот эта самая серия триллеров. Она известна в основном как триллеры, снятые по схеме запертой комнаты. Или еще в киноведении их принято называть триллеры с эффектом спасения в последнюю минуту. Основная сюжетная линия здесь достаточно простая, она повторяется из фильма в фильм. Либо это молодая девушка, либо это какая-то семья, так или иначе некий беззащитный или беззащитный персонаж, оказываются в неком запертом помещении в четырех стенах, в которое ломятся бандиты. Эти бандиты ломятся, а параллельно показываются поспевающие на помощь, соответственно, либо полицейские, либо муж этого семейства, либо парень этой девушки и так далее. Здесь уже в каждом фильме абсолютно по-разному. Ну и в конце, как следует из самого названия этого типа фильмов, происходит спасение в последнюю минуту. Когда уже грабители вламываются в дом, в этот момент поспевает помощь и спасает этих бедных несчастных девушек или эту бедную несчастную семью. Серию этих триллеров, их было огромное совершенно количество. Вот фильмов, которые сделал по этой схеме Гриффит на биографе. Серию этих фильмов начинает у него картина под названием «Уединенная вилла», снятая в 1909 году. Сюжет у нее абсолютно следует этой схеме. Герой, муж, обманутый ложным сообщением, спешит на автомобиле в город. Он думает, что его мать заболела, а на самом деле это письмо подкинули бандиты, которые хотят ограбить дом. Одиноко расположенная вилла, одиноко расположенный дом, такой в сельской местности. Там остается жена, дети и гувернантка. И бандиты начинают ломиться в этот дом, начинают потихонечку туда пробираться. У мужа по дороге ломается автомобиль. Чтобы известить жену о том, что он задержится, он звонит, соответственно, с ближайшей станции и узнает о произошедшем. Машину тут же на остановке начинают чинить, а параллельно бандиты ломятся в дом по-прежнему. Муж спешит домой, бандиты продолжают ломиться в дом. И вот уже в самый последний момент наконец-то удается спасти эту несчастную семью. Фильм этот был не оригинальной выдумкой Гриффита. Сам сюжет был не оригинальной выдумкой Гриффита. Это был ремейк фильма французской студии Патте, который назывался «Едва избежав опасности». Мы его сегодня посмотрим для примера, каким образом Гриффит работает с одной и той же схемой и как работали с этой схемой на Патте до Гриффита. Просто чтобы увидеть тот уровень, которого достигает кинематограф именно в его творчестве при, соответственно, Гриффите. Фильм, этот «Едва избежав опасности» будет у нас несколько под другим названием. «Врач из замка» – это просто другая прокатная копия, то ли немецкая, то ли еще какая-то. Там практически нет надписи, я даже не буду переводить, там одно единственное письмо. Снят он был в 1908 году. В 1909 году Гриффит уже делает ремейк этой картины. В общем-то, надо сказать, сюжет этот известен был тоже зрителям тех лет. Поскольку сам сюжет был заимствован вообще из какой-то театральной пьесы, очень популярной. Он несколько раз экранизировался в Европе вот таким вот образом, в том числе и на студии «Патте», с которой, в общем-то, Гриффит и слезал этот сюжет. В обоих фильмах использовался параллельный монтаж. И что во французском фильме, что в фильме Гриффита. В общем-то, казалось бы, то же самое, одна и та же история, ничего нового. С другой стороны, именно на фильме Гриффита зрители по воспоминаниям современников Гриффита вскакивали со своих кресел и кричали «Наконец-то они спасены» в конце фильма. Вот такая была мощнейшая реакция. Не то, что сейчас уже у нас привыкших к современным Тейдлерам. В общем-то, смотрим и «Спасены, спасены». А здесь сопереживали этим персонажам. Воспринимали то, что с ними происходит, как свое буквально. Почему? Почему так происходило? Да потому что сюжет был Гриффитом разработан просто до мелочей. Он показывал все подробности происходящего. Естественно, что каждая подробность, она как бы удлиняла экранное время. И она еще больше оттягивала дальнейшее спасение. Она еще больше отвлекала зрителя от центрального действия, так сказать, фильма. Поэтому Гриффит добивался все большего и большего эмоционального накала у зрителя и, соответственно, зрительского сопереживания. Надо сказать, что «Уединенная вилла» еще не самая совершенная работа вот в этой серии. В дальнейшем, в рамках еще биографовской продукции, Гриффит снял массу вариаций этого сюжета. Фильм «Меньшая из зол» 2012 года. Там, где действия происходят в запертом трюме корабля, который угоняют контрабандисты. Телеграфистка из Лондейла. Вот, наверное, самая известная из этих картин, снятая в 2011 году, там, где действия происходят на телеграфной станции. Невидимый враг 2012 года. Который, в целом, не самая удачная, наверное, вариация этой схемы. С другой стороны, первая роль в кино знаменитых в дальнейшем гриффитовских актерей сестер Дороти и Лиллиан Гиш. Которые играли как раз роли вот этих вот запертых в комнате девушек. Было бы логично, наверное, показать фильм «Телеграфистка из Лондейла», который является, наверное, самой известной из этих работ. С другой стороны, к сожалению, от этой картины осталась только фотонарезка, по которой, как вы понимаете, совершенно невозможно судить о вот как раз этой драматизации сюжета, которую представляет гриффит в фильмах, снятых по этой формуле, по этой схеме. Вот, поэтому осталось буквально несколько кадров. В целом, если показывать фотонарезку, это будет, ну, практически такой фотофильм, да, но он не даст представления ни об актерской игре, ни о психологической разработке, ни о чем таком. Я вам покажу другой фильм для сравнения с вот этим вот ранним фильмом Патте. Я покажу фильм под названием «Девушка и ее верность». Ну, переводить его можно по-разному, «The Girl and Her Trust», можно переводить и как «Девушка, которая доверена там что-то», да, «Девушка, которая пользуется доверием» и так далее. Ну, будем называть для краткости так. Это точный, ну, практически точный ремейк телеграфистки из Лондона. Его там действие тоже происходит на телеграфной станции, тоже запертая комната телеграфной станции. Девушке доверены деньги, бандиты ломятся, чтобы добыть эти деньги. Вот, это, наверное, наиболее совершенное из всех работ Гриффита, сделанных вот в этом вот, можно так сказать, жанре, да, вообще вот во всей этой остросюжетной серии. Психологическая разработка характеров героев здесь, ну, действительно заставляет им сопереживать. У этого фильма есть краткая предыстория вообще, у всей этой детективной, ну, дейлерной, точнее, истории. Есть такая краткая предыстория, которая показывает вообще будни работы на телеграфной станции, заставляет как-то проникнуться симпатии ко всем этим замечательным работникам этой станции, заставляет поверить нас в реальность того, что все это действительно происходит, в реальность происходящего. Вот, кроме того, Гриффит здесь, ну, уже с полной свободой пользуется параллельным монтажом. Он абсолютно виртуозно работает с кинопространством, но по тем временам, конечно же. Камера переносит зрителей сразу в несколько центров действия. Параллельный монтаж сначала показывает, как грабители ломятся и как на помощь спешат, потом грабители хватают деньги, они уже уезжают на какой-то там дайзине по железной дороге, за ними гонится паровоз. Потом комната телеграфистки, здание станции, которое сождено бандитами, паровоз, соседняя станция, там куча разных мест действия. Обратите внимание, как там постоянно это меняется, и как Гриффит переключает наше внимание с одного действия, с одной пространственной точки на другую. С другой стороны, что действительно является потрясающим именно в отношении этого фильма, потому что, ну вот, честно говоря, не встречал в ранних гриффитовских работах больше этой вещи. Гриффит совершенствует и сам параллельный монтаж, сам монтаж в этой картине. Дело в том, что во время съемки, ну скажем так, на протяжении сцены, когда поезд гонится за грабителями, уже в самом конце, монтируемые планы, вот эти вот планы, да, план поезда и план грабителей, они становятся все короче и короче. Чередование на экране вот этих параллельно происходящих событий показывается с определенным ускорением таким образом. Да, если планы у нас короче и короче, да, то у нас, соответственно, темп повышается происходящего действия. Кинорассказ таким образом обретает некий характер, некое настроение, некий мощнейший эмоциональный накал, которого, естественно, не знали режиссеры студии Патте, когда снимали свой фильм «Едва избежав опасности». Вот, надо сказать, что вот этот вот прием ускорения в монтаже, так называемый, его впервые официально, скажем так, в истории кино изобретает Абель Ганс на съемках фильма «Колесо» только в 23-м году. Гриффит использует этот прием неосознанно, может быть, не так последовательно, как Абель Ганс, все-таки он не высчитывает длину кадров, да, то, что вот на Абель Ганса впоследствии Эйзенштейн, кстати говоря, ориентировался, когда снимал броненосца Потемкина, высчитывая просто вот до, там, каждой секунды, сколько будет длиться каждый кадр. Вот, Гриффит использует еще этот прием так вот полуосознанно, как-то случайно набредая на него, совершенно парадоксальным каким-то образом. Вот, может быть, даже еще не осознавая, какие возможности несет в себе вот такая ритмическая организация монтажа. Тем не менее, все-таки факт остается фактом. Монтируемые планы у него становятся действительно все короче и короче. Вот, что думал по этому поводу Гриффит? Собирался ли он как-то это впоследствии использовать? Похоже, не собирался, потому что вроде как и не использовал дальше. Но, тем не менее, все-таки в этом фильме присутствует такой момент. Таким образом, если раньше параллельный монтаж, в общем-то, отвечал на вопрос, что рассказать на экране, да, то есть, играл, ну, сугубо повествовательную функцию, то у Гриффита встает уже вопрос о том, как это рассказать. То есть, речь идет о том, что рождается феномен, в общем-то, кинорежиссуры. Гриффит является не только человеком, усовершенствовавшим параллельный монтаж, усовершенствовавшим различные технические приемы. Он является, в общем-то, и создателем первой настоящей профессиональной труппы киноактеров. Человеком, который первый стал работать с актерами в кинематографе. Для Гриффита актер – это главный инструмент в фильме. И неудивительно почему, потому что его, в первую очередь, интересовала как раз психология. Актерские труппы он начал набирать уже в 1908 году. Первой же звездой, которую Гриффит по-настоящему открыл и, по большому счету, выпистывал, выкормил буквально, не только как человек, который с ней работал, как отец, можно сказать. Это была, конечно же, Мэри Пикфорд. Актейса, которая стала крупнейшей вообще кинозвездой и первой актейсой с мировым именем в 10-е годы. В 1909-12 годах она работала на студии «Байограф» под руководством Дэвида Уорка Гриффита. Изначально она была странствующей актейсой, если так можно сказать. Мать ее была странствующей актейсой, которая начала выпускать своих детей на подмостке еще с самых малых лет, просто чтобы заработать деньги. Работала мать во всяких бродячих труппах, жизнь была совершенно кошмарная и чудовищная. Маленькая Мэри, тогда ее звали Мэри Гладис Смит, впоследствии она взяла псевдоним Пикфорд. Она очень много болела, и тем не менее, даже в больном состоянии ей буквально 5-6-летним ребенком приходилось все равно выступать на сцене. Детство было, в общем-то, кошмарное, и воспоминания об этом детстве у нее остались впоследствии на всю жизнь. Так или иначе, они путешествовали по стране, и время от времени даже семья Смитов пересекалась с другой семьей, семьей Гиш. Миссис Гиш тоже возила своих детей по стране, тоже в странствующих труппах, и две дочери, которых она таким образом натренировала вот в этих вот маленьких театральных представлениях. Это были Лиллиан и Дороти Гиш, с которыми впоследствии уже под самый конец периода работы на биографе Гриффит начинает работать. Тоже крупнейшие актрисы немого кино. Пикфорд знала сестер Гиш еще вот с самого раннего возраста, и в 12-м году, когда она уходила от Гриффита, она и познакомила его, точнее, привела на студию вот этих самых сестер. Вот, так сказать, себе на замену. Вот, в 9-м году 17-летняя Мэри Пикфорд начинает работать на студии «Байограф». Она даже себя выдавала еще за 15-летнюю, просто потому что... Потому что на самом деле тут был определенный психологический ход, который, я думаю, продумала не столько она, сколько ее мать. Дело в том, что для приличной девушки тех лет сниматься в кино считалось очень неприличным занятием в те годы. Вот, кино – это непонятно что, непонятно, как это делается, там актеры что-то такое изображают. Ну, театральное искусство, оно уже понятно, да, там, в общем-то, актеры изображают, они имеют право что-то изображать на сцене. А здесь приличная девушка что-то изображает перед каким-то трехногим аппаратом неизвестного происхождения, да, который неизвестно, что с ней там здесь делают, может, он слопает ее. Никто еще не знал, что такое кинокамера, толком. То есть знали, но те, кто вращался в этой профессии. А потом это еще и показывается для всякой низкосортной публики в совершенно ужасных каких-то киношках, еще даже не кинотеатрах, а бог знает где. Эта публика там выкрикивает всякие неприличные словечки по поводу этих молодых девушек на экране. В общем-то, для девушки совершенно порочащая такая вещь – кинематограф. Поэтому маленькой Мэри Глэдис Смит скостили немножечко ее возраст, чтобы с ней обращались как с ребенком, а не как с молодой девушкой. Мало ли, что там придет в голову сделать с этой маленькой девочкой на этой непонятной студии. На самом деле, пришла она очень вовремя. Гриффит незадолго до прихода Мэри Пикфорд ввел совершенно новый тип героинь в свои фильмы. Это были такие очень грациозные, хрупкие девушки, которые были воспитаны суровой жизнью. Гриффиту было интересно именно вот это сочетание хрупкости героини с жестокостью окружающего ее мира. На самом деле, наиболее обостренно, конечно, вот этот конфликт будет представлен уже в полнометражной работе Гриффита «Сломанные побеги» 19-го года, в которой будет сниматься Лилиан Гиш. Но это уже полнометражное кино. Вот этот самый мотив, сочетание вот такой хрупкой героини с жестокой и совершенно не по-детски с ней обращающейся жизнью, этот мотив появляется у Гриффита еще в его раннем биографовском творчестве. Гриффит именно поэтому, потому что ему нужны были совершенно вот такие невинные создания, он снимал как раз 15-16-летних девушек-подростков. Он испытывал даже, может быть, какие-то специфические чувства именно к такому типу девушек, поскольку все его звезды, которых он выписывал, они были именно вот такими вот. И начинали именно в таком возрасте. Но это были такие очень специфические у него чувства, в большей степени, может быть, даже отцовские какие-то, именно по отношению к этим актрисам. И Пикфорд очень быстро стала неотъемлемой участницей съемочной труппы Гриффита. Она же была, в общем-то, идеальной актрисой для Гриффита. Она воплощала вот как раз этот самый идеал экранной красоты, который он представлял для своих фильмов. Сочетание нежности, хрупкости с вот таким сильным, совершенно кошмарным вмешательством жизни, который постепенно на протяжении фильма воспитывает у этой девушки характер. Такой абсолютно железный, крепкий характер. Или, наоборот, ее полностью губит. У него это по-разному совершенно реализовалось в его творчестве и в ранних фильмах, и в более поздних. Так или иначе, этот мотив у него имеет место быть. Основной прием, который использовал Гриффит к раскрытию психологии своих персонажей, это детализация актерской игры. Я здесь опять употребляю слово детализация, потому что принцип вот такой подробной разработки, что сюжеты, что актерской игры, он был для Гриффита, в общем-то, для Гриффитовского метода центральным принципом детализации. Постепенно порывая с традиции фильма «Деар», Гриффит уже к концу биографовского периода почти отказывается от жестикуляции, от поэтичных поз, что мы уже видим на примере вот этого остросюжетного фильма «Девушка. Ее верность». Заменяет это все проработкой очень тонких и очень мелких деталей поведения актера на экране. Если театральному актеру нужна действительно крупная жестикуляция, работа с позами для того, чтобы взять сцену, все-таки это общий план, то, что мы видим всегда в театре, если уж по аналогии с кино, то в кино есть крупный план, есть приближение, которое позволяет увидеть самые мельчайшие нюансы поведения актера на экране, самые мелкие, какие-то совершенно невидные на общем плане детали этого поведения. И Мэри Пикфорд становится по-настоящему первой профессиональной киноакторицей в Соединенных Штатах Америки. Она создавала свои образы, и она работала с теми действиями, которые ей нужно по сюжету было выполнять, именно вот этим вот способом. Она создавала образ с мельчайшими деталями. Она могла просто закусить губу на экране, она могла тронуть случайно рукой край одежды, провести рукой по волосам. Вот такие совершенно незаметные мелкие жесты, которые говорили, которые обрисовывали характер ее героинь с потрясающей точностью, лучше, чем любая крупная жестикуляция. И выражали те или иные действия, которые ей нужно показать на экране. В качестве примера можно привести даже одно воспоминание как раз из мемуаров Мэри Пикфорд, которые она написала уже под конец жизни, уже к 70-м годам они были изданы. Однажды во время съемок Мэри должна была войти в комнату и швырнуть на кровать одежду. Такая вот обычная совершенно бытовая сцена. Вот как ее решить, айжесерски? Как ее сыграть? Она думала, что ей нужно просто вот так гордо швырнуть эту одежду и встать в какую-то гордую позу. Именно так должна поступить бедная, но гордая героиня, как считала совсем еще молоденькая, несмышленная Мэри Пикфорд. Гриффиту это очень не понравилось. Он сказал, что это как-то совершенно неправдоподобно. И он на самом деле заставлял своих актеров думать. Он ей просто сказал, а вы подумайте, я вам больше не скажу ни слова, просто постарайтесь не тратить попусту пленку. Постарайтесь наполнить вот то, что мы снимаем, вот эти вот несколько секунд, наполнить максимально различными действиями. После этого Пикфорд вошла снова в комнату, сняла шляпу, она подола на перо на этой шляпе, выпрямила его, встряхнула пальто, пригладила воротничок и осторожно повесила свое пальто на спинку стула. Вот это и было самое настоящее кино. Заримый рассказ о действиях актера, о самых элементарных физических действиях, часть которой мы начинаем понимать, что это за героиня, как она относится к своему пальто и так далее. Начинается психологический рассказ о герое. Актерская игра Мэри Пикфорд действительно максимально детализирована. А именно вот даже в большей степени именно в период работы на биографе, когда она еще снималась совсем маленькой девочкой. Впоследствии она очень многое взяла из гриффитовской школы, а это была самая настоящая школа, конечно, для нее, то, что вот период работы у гриффита. И она, в общем-то, так и прославилась, как актриса, которая создавала самых живых, самых несхематичных персонажей на экране в 10-е годы. Последняя работа Гриффита с Пикфорд – это фильм «Нью-Йоркская шляпка», снятый в 2012 году, который демонстрирует, наверное, самый высокий уровень, до которого дошла ранняя Мэри Пикфорд во время работы с Гриффитом. Подчеркиваю, не вообще Мэри Пикфорд, а именно вот в период работы на биографе. Еще не выработался ее вот этот вот классический образ девушки с золотыми локонами, который она потом уже на студии «Парамоунт» начнет развивать уже в полнометражных фильмах. Здесь это еще просто некая маленькая девочка, которая уже совершенно потрясающе кинематографически играет. Но перед тем, как запустить этот фильм и показать вам эту совершенно замечательную короткометражку, которая является такой вот своеобразной сатирико-лирической комедией, если так можно выразиться, с потрясающей игрой Мэри Пикфорд, нужно сказать все-таки несколько заключительных слов по поводу Гриффита. После ухода со студии «Байограф» в 2013 году Гриффит почти сразу переходит на полный метр. Да, в общем-то, сразу. Его следующие фильмы, они уже сделаны, они уже полнометражные. В своем полнометражном творчестве он продолжает развивать то, что начал разрабатывать в рамках короткого метра на студии «Байограф». Годы, проведенные на этой студии, вот эти вот пять лет, это период формирования приемов творческой индивидуальности Гриффита, его методики, работа с актером, работа с монтажом, различных приемов, которые он впоследствии использует, доводит до совершенства своих уже полнометражных картинах. Пять сотен короткометражных фильмов, которые он снял с 1908 по 1912 года, это практически все его будущее творчество в миниатюре. Все в миниатюре. Все в миниатюре. Все в миниатюре.